Привет, с вами Эдхо Хьюга, и сегодня мы вновь играем в FIFA 16, это карьера за Бассиона, вторая часть, ребята. И в этой серии мы сразимся в товарищеском международном турнире предсезонном с Манчестер Сити, с очень мощной командой. В этом сезоне, тем более, у нее состав очень усилился с Кевином Дебройном, Рахимом Стерлингом. Просто Манчестер Сити теперь будет феереть. Посмотрим, как они проявят себя сегодня в этом матче. И, ребята, еще раз повторяюсь, если я в этом матче выигрываю с разницей мячей в 3 или более, то я следующий матч играю на мировом классе. Если меньше 3 мячей и разница мячей будет, то тогда я продолжаю играть в профессионале с некими настройками. Окей, так, играть мы будем опять же вот этим составчиком. Давайте, кстати, сохранимся. Так, Манчестер Сити. Играть мы будем в гостевой форме, пожалуй. Манчестер Сити в домашний. Это у нас Фернандиньо. Так. Немножечко видоизменим. Сделаем воли как стартовый состав. Давайте будет играть Адриану. Справа попробуем Олеша Видаля. Как он у нас проявит в этом матче. Проверим его. В центре у нас вместо марки Бартера будет Пике. Тут Матьё. Вермалина возьмем, потому что он в прошлый матч себя очень неплохо проявил. Даже Альба будет на замене. Так, Масиб будет на всякий случай на замене. Нарда Туран будет на левом фланге у нас сегодня играть. На правом фланге Мунир, пожалуй. По центру. Форварда мы поставим... Ну ладно, пусть поиграет, в принципе, Суарес. Бускетс. Играть будет у нас Иниеста. Играть в старте у нас будет Ракетич. Ну и... В принципе, всё. Больше особо некого ставить. Каптовым у нас есть. Не знаю, зачем он нам сегодня. Ну ладно. Пока я его не буду ставить. Следующую игру, возможно, поставлю против Арсенала. Или с кем-то у нас ещё остались игры. Хотя можем попробовать. Почему нет? Может парень действительно очень талантливый, потенциальный. Только теперь нам сейчас ещё нужно будет... Нет, давайте всё-таки я Каптовому оставлю на всякий случай на замене. Вместо Серафини. Серафини, отдыхай. И перенабросись. Всё, в принципе. Суарес немножко подустал. Из-за этого нам нужен форвард на замену. Сейчас в реальной жизни тоже Барселона находится в поиске замены для Луиса Суареса. Не в плане того, что Луис Суарес уходит. В плане того, что из нормальных форвардов у Барса есть только Луис Суарес. И это довольно мало для такого клуба, как Барселона. Им просто нужен второй форвард. Как вот у Реала Хесе может играть на позиции форварда вместо Бензема. А вот у Барса нет такого. Мунира и Сандро это фланговые больше. Хотя Сандро по центру играет часто. Но Сандро, знаете, сырой игрок ещё. Сыроватый игрок. И если я куплю какой-нибудь форварда... Донго тоже сыроватый. Он более на фланге годится. Если я куплю какой-нибудь форварда, то я, пожалуй, либо Сандро, либо Мунира сдам в аренду. Либо Донго со фока. Не знаю пока что. В общем, многих тут продам. Из молодых. Так, всё, поехали. Профессионал 8 минут. Ясно мои настроечки. Поехали. Опять тот же самый стадион. А нет, это уже другой. Кинфат стадион. Чем-то на цирк в Алма-Ате похож. У нас в Алма-Ате такое же здание цирка. Чем-то напоминает. Эйшн Элит Кап. Манчестер Сити встречается с Барселоной. Оба лидеры своей группы. У Манчестер Сити на один пропущенный или на один... По-моему, да. Манчестер Сити 3-1 сыграли. Мы 3-0 в прошлом матче сыграли. Из-за этого по разнице мячей Барселона пока что лидирует. Посмотрим. Состав у нас почти что стартовый. У нас стартовых игроков в составе получается Жерар Пикея, Андрес Ньеста, Серджио Бускиц, Иван Ракетич. Это уже четверо. Суарес 5-й. Половина, в общем, у нас стартовый состав, половина резерв. Фабиан Дельф. Смотрите, у нас сегодня дебютирует за Манчестер Сити. За нас дебютирует Олейш Видаль. Вот он, 22-й номер. Я ему дал. Он у нас сегодня на правом фланге обороны. Посмотрим, как он себя там проявит. На воротах у нас Марк Андрея Трештег. Надеюсь, сегодня будет тащить. Марк, у них на воротах Ричид Райт. Это будет, мне кажется, легко с ним разобраться. Самир Насрихи, Сосу Навас. Дебруйна играет. И Хианачо играет. Можно, кстати, Хианачо добавить в список интересов свой. Тоже талантливый игрок. Вот фанаты Манчестер Сити. Да, они существуют. Антон Гудсов факт. У нас вот такой вот немножечко состав. 5 стартовых игроков. Ну, если считать Орда Тураном, то 6. Но Орда Туран у нас игрок ротации больше. По идее, у нас на левом фланге, естественно, должен быть Наймар. И матч начался. Манчестер Сити развел мяч с центра поля. Орда Туран. Луис Суарес. Луис Суарес можно пробовать отсюда пробить. И мяч попадает на угловой. Я, в принципе, так и хотел. Все, отлично. Компания выносит мяч на угловой. Как мы видим вот тут вот. В этой ситуации. Так, 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 так. Ой-ой-ой. Как там получилось так, что удар куда-то. И вот в этом моменте, смотрите, кто у нас. Видаль. Отскок. А, тут у нас Матьё. Смотрите, даже ударил не то, чтобы головой. Я думал, как мяч так по странному направлению полетел. Довольно. Это у нас Матьё, коза, ногу ударил. Я думал, видали головой. Тогда все ясно. Орда Туран. Ой-ой-ой. У меня что-то либо что. Пропал сигнал у геймпада. На пару секунд. Повезло то, что я не потерял мячик. Орда Туран. Уис Суарес. Вот это хорошо было. О, отличный гол Уис и Суареса в Манчестер. Действительно, все сделал Орда Туран. Но Суарес, как он обращается с мячиком? Тут Орда Туран сначала ударил. И смотрите. Опа. Это как в трейлере. Я помню, в трейлере Пикпа 16. А Гойра так же сделал. Ё-моё. Впервые я подобный гол забиваю. Через себя, по-моему, это или ножницами. Я, честно, не различаю разницу между ножницами. Через себя. Уис Суарес забивает свой первый гол в этом турнире. И отлично. Что я вам скажу? Отлично, отлично. Я готов пересматривать повтор этого гола. Еще раз и еще раз. Нет, ну вы просто посмотрите. Орда Туран. С этой позиции он бьет. Мяч отскакивает. Уис Суарес. Раз. Правой ногой. И той же правой ногой через себя копия. Вот Аглэр точно так же. Блин, Аглэр абсолютно так же забил в трейлере Пикпа 16. Вау. Ну какой гол через себя забил Суарес. Я его еще не раз буду вспоминать. Орда Туран. И счет мог бы быть уже 2-0. Вернее, 0-2. Но Ричард Турайт с рейтингом под 60 тащит. Ну Туран тут немножко с подкруткой. Вратарь спокойно стащил. Ничего такого тут не было. Так. Бускет. Нет. Мяч Мунира. Это Андрес Ниес. Кто у него. Хороший дальний удар. Болельщики Челси. Болельщики Барса это знают. Вот. Еще раз нам показывает сейчас Гоу Иса Суареса. И опа. И... Блин. Это реально круто. Как хорошо, что я на записи этот Гоу забил. Так бы от Агуэра сейчас бы уже чуть больше опасности было. От Манчестера Сети вместе с Агуэра. Орда Туран. Оборона пока никакая. И вот такой вот гол забивает Орда Туран. 2 матча 2 гола. Туран пока что тащит. Белевая Тангресса не ест им. Олимпийский гол забиваем. От перекладины в ворота. Защитников не чувствует. Ой-ой-ой. Пенальти могли поставить. Просто я всегда интересую такие моменты. Так. Уф, как у Турана нога уже согнулась. Ну тут... Нет, все-таки действительно. Мяч сыграл. Еле как она сыграла в мяч. Потому что Туран споткнулся в ногу Компани. На миллисекунду всего лишь. Вот так вот. Во второе нам помогает это все рассмотреть. Так. Посмотрим. Мы еще Олеша Видали задействуем пару раз в центре поля. Ой-ой-ой-ой. И это опять Олеша Видали прозевал момент. Кевин Дебрайне. Видимо защита это явно не твое. Кевин Дебрайне забивает кол. Тут действительно подача от Фернандини с фланг. Тут Матье прозевал с Адриану. А тут действительно Олеша Видали не выиграл верховую борьбу. А, так тут еще и Терштегин. Смотрите. Терштегин просто пропустил ничего не сделав. Play Beautiful. Это же вратарь и фаршна основного поколения. Ясно все. Надоел ему Туранту, что он одну атаку развел вторую. Терштегин тащит в упор. Смотрим. Все. Первый тайм окончен. Счет 2-1 в пользу Барселоны. Просто шедевральный гол забил Луи Суарес. Вот он на ваших экранах. Дебройн забил также сегодня гол. Я просто хочу насладиться еще раз. Вот он этот момент с голом. Смотрите. Опа. Суарес. Опа. И просто в девяточку. Если это не девяточка, то в дальний угол точно это. Ну. Эль Пистольер. Браво. Вуисито. Суарес. Жан-Мари Донгу Цофак. Я узнал то, что его не Цофак. Именно как Лионель, там Андрес Месси, который отдал Ливерпуль за него, он не оправдывает. Но все еще впереди. Фермино. Его брали не ранее одного матча с Манчестер Сити. Его брали на весь сезон. Уф, как что делает Туран? Что Туран уже сам себя решил перехитрить. 2-2. Манчестер Сити сравнивает. Дебруйне забивает в гол, к которому Терштеген, так же как и вся оборона, не была готова. Просто что за издевательский гол? Тут ладно. Туран. Вот тут вот. Ихианачо, Дебруйне. И как вот тут вот. Жерар, Пике, Матьео, Адриано все проспали. Создали. Пике тут. Пике проспал момент. Терштеген не дотянулся до Минча. Просто неправильно выбрал позицию Марк. Ну ладно-ка. Вот. Адриано. Ой, Роберто. Вот, 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 кого не хватало. Так, Давид Сильва вышел. О, вместо Кевина Дебройна. И Ая Туре вышел. Вот это уже опасно. Уф. Ой, 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 это моя ошибка. Надо было Дунку добегать все-таки. Не ест, а Бонни. Фу. Ну и соворот пробивал Вильфред Бонни. Оборона спит. Терштеген тоже. 3-2. Манчестер Сити выходит вперед. И не говорите, что профессионал это слишком легко для меня. Потому что профессионал легко для меня. Профессионал с поднастройками. Это почти что мировой класс. Что-то среднее между мировым классом. Профессионал как раз таки то, что мне и надо. Мне кажется, тут Пике, Альба. О, ребята спят. Дунгу тоже спит. Фу. Орда Туран тоже спит. Не ест там. Пике надо менять. Пике на Вермалина. Ну и Альба. Ну Альба, ну как ты-то? Давайте Альбу с Тураном поменяем. Туран, потому что у нас в обороне. Может неплохо сыграть Альба. Быстро бегает по флангам. Посмотрим, что из этого случится. Как-никак, это сегодня в товарищеском турнире. Нам нужна просто ротация в этом матче. Так, и... Не знаю, менять ли Трештегина можно поменять. Трюк пропустить. Трештегин. Ты пьяный, иди домой. Так, тут у нас на Роберто пас получил. Ой, удар. Да вы серьезно? Да вы нахуй серьезно, блядь. Я это... Блядь, сука, блядь, нахуй. Ой, как пролетела с подкруточкой. И... Ох, да. Перекладина. Мне кажется, надо было лучше через Альбу играть. Вот, как раз таки, Жорди Альба. Которого оценка 4-0. Мы должны это исправить. Для этого надо просто отдать голевую передачу. Опа! Е-был офсайда Фернандиньо. Ха! Ха, Фернандиньо. Это Гельф был. Линия офсайда. Опять же, отлично. 3-3 на 90-й минуте мы сравниваем. Это Луис, Пистольера, Суарес. Подача Жорди Альба. Опять же, тут ладно еще. А вот тут вот, смотрите, вон кто стоял. И линия офсайда. Никакого офсайда не было. Фернандиньо, по-моему, это был. Кто-то создал ужасную ошибку для... Дальше. Орда Туран выигрывает верховую борьбу. Отдельный плюс. Отдельный плюс. А... Браво, Уис Суарес. И браво, Мангала и Гляши. Спасибо. Ну и, естественно, Орда Туран у нас отдал голевую передачу. Пока что в этих двух играх. 3-3. Вы вырвали мы ничьем на 90-х минутах. И меня она очень вполне устраивает. С такими голами Уиса Суареса. Просто один из моих лучших матчей. 4 удара, 2 гола. Уис Суарес. Игрок матча, мне кажется, будет. Естественно. Был дном в этом матче. Дном у нас был Пике. Дном у нас был Видаль. Дном у нас был Церштейн. Андриана, Мунир. Ну и Жорди Альба. 4-4. Чуть-чуть свою оценку подправил. Орда Туран у нас сегодня сыграл замечательно. Просто Орда Туран браво. Уис Суарес браво. Донгу так себе. Задавал пару моментов. И вот Серджи Роберто. Вышел во второй половине второго тайма. И так хорошо сыграл. Как мы видим, Манчестер Сити тоже у них. У шестерочки. А вот Клиши. Клиши, спасибо. Клиши, спасибо тебе. Бони. Сильва. Видите? Яркие моменты матча. Я сейчас просто хочу сохранить этот гол. Шедевр от Уиса Суареса. Не знаю, этот гол мне очень по душе сложился. Очень хороший гол. Перекладину. И момент. Давайте еще раз посмотрим. Тот самый момент, где Гель Клиши и Мангаля сыграли только в плюс Барселоне. Клиши, видите, где находился. Прямо около ворот. Линия в сайдах. Все чисто. Зубастик. Все, поехали. Продолжаем мы. Ситуация в группе у нас какая-то, что Альнасор и Арсенал, по-моему, тоже в ничью сыграли. Да, действительно, в ничью сыграл Арсенал с Альнасором. Арсенал у нас в плохой форме. Он сзавил всего один мяч и пропустил три мяча. Эта форма. И, конечно, следующий матч у нас против Арсенала. На воротах Петер Чех. Жалко нас нет. Леонеля Месси. Мы бы сейчас попробовали побить антирекорд Леонеля Месси, когда он никогда не забивал Петру Чеху. Тут у нас Бавария в ужасной форме. Одна ничья, одно поражение. Юви и Рома зажигают, в принципе. А тут у нас Арсенал в плохой форме. Вот это да. Ладно. Самое главное, что даже если мы сейчас проиграем Арсеналу, то мы все равно в любом случае выходим из группы, потому что Арсеналу не достаточно очков, чтобы выйти из группы. Арсенал уже точно не выйдет из группы. А мы и дальше, если проиграем Арсеналу, то со второго места выйдем из группы. Это уже нам плюс. Так, Рубен Невыш, Юрий Телеманс. Посмотрим насчет них. Я еще не знаю, куплю ли их вообще. И насчет трансферных игроков, на которых надо делать основные усилия. Поехали. Рубен Буланко. Так, что я хотел... А, тут можно их сравнивать, да, типа Ого. Так, можно как-то листать, знаете ли. Нет, листать нельзя. Ну и ладно. Рубен Буланко, игрок Сельта Девига, 19 лет, ему всего рост 188. И если я его даже буду приобретать, то я его буду не именно покупать, а сначала арендуя, посмотрим на его способности, а потом, если он мне понравится, я его выкуплю. То есть аренда с правом выкупа. Мессажер Демасипа того же. Потому что Масипу 26 лет, и он как третий вратарь, ему надо играть, потому что ему еще от силы лет 10 играть Массипу. За эти 10 лет он должен хоть где-нибудь в нормальном клубе поиграть в основе. А в Барселоне он толком и не играет, так что Массипу надо уходить, а вот Буланко можно арендовать. Виктор Вальдес, легенда Барселона, тут просто ни о чем. Ван Гау его в реальной жизни даже не заявил на английскую премьер-лигу, на лигу чемпионов уже точно не говорю, что он не заявил его. И Виктор Вальдес просто даже не тренируется, с дублем Манчестер Юнайтед. Просто сидит на лавке. Даже не на лавке он сидит, я говорю, его даже на лавку нельзя посадить, потому что он не заявлен в состав Манчестер Юнайтед на сезон 15-16. Ой, на сезон 15-16, да, правильно я все говорю. Вот так вот. Попробуем его купить, чтобы он доиграл до конца карьеры у нас. Виктор Белерин, это ошибка Барс, была его отпускать просто так, и он действительно засиял в этом сезоне за Арсенал в английской премьер-лиге Баварии. В матче против Баварии он дал шикарную голевую передачу и был просто лучшим. Плюс тот, что он воспитанник Барселоны. Данилу, за ним долго Барса охотилась в феврале 2015 года, но Реал Мадрид тоже спустя некоторое время увидел, что ага, Барселона им интересуется, давайте тоже им поинтересуемся и купим, почему бы и нет. И Реал Мадрид выиграл борьбу за Данилу, и за 31 миллион он перешел в Реалу все-таки, хотя Данилу был не против оказаться и в Барселоне тоже. Довольно молодой Данилу, 23 года, и у Реала есть Карвахаль. Вот в чем прикол. Фабинио, 21 год, ему также бразилец, правозащитник из Монако, потенциально очень может играть также опорным полузащитником. Ну и это все, что надо, в принципе. Александр Флоренция, его гол стал в списке претендентов на приз премии Пушкаша или что-то такое, гол Пушкаша Фернца. Короче, этот гол, самый красивый гол сезона и так далее, который он забил как раз-таки в ворота Барселоны в Лиге Чемпионов. Он забил почти что-то в центре поля, там была ошибка Терштегина, конечно, но гол был действительно красивый. Ну и Фернце у нас также может играть правым вингером и центральным полузащитником, что играет в плюс Барселоне. Марк Уиннис, Барселона, его интересуются на протяжении нескольких сезонов уже, никак все не может купить его. Многие топ-клубы также его интересуются, не только Барселона, но он может играть также правым защитником, что также у нас идет в плюс, потому что Даня у вас уже 33 или 34 года, или 32, он довольно старый, надо обновлять состав, омолаживать его, и плюс это Бразилец. Эмерик Ляпорт, Барс, им интересуются тоже уже на протяжении нескольких сезонов, он сам говорил, что были некие контакты с Барсей, и даже писали, что этой зимой даже Уинсен-Реки хочет его пригласить. Ну посмотрим, придет ли у нас Эмерик Ляпорт, тоже будем мы его покупать в случае моложения состава, тогда мы продадим Шереми Матье, потому что оба у нас французы, просто французы на французы. Хосе Гая, это как раз таки будет одна из кандидатов на замену Адриану, который в этом матче у нас сыграл не очень хорошо, но и в таких случаях, когда Жорди Альба будет не в форме, как в сегодняшнем матче, у нас как раз таки нам и поможет Хосе Гая, который по национальности испанец, также плюс Барселоне. Матья де Шилио, универсальный защитник, может сыграть как слева, так и справа, слабая нога на четверочку, то это очень хорошо для него, ну и тоже довольно молодой, 20-го года ему всего. Рубен Неваш, делал я на него запрос, сказали 20 миллионов, я не знаю, зачем он мне нужен, просто решил сделать запрос на него, почему бы и не сделать. 18 лет ему, отпорный полосочник Порта, а вот Жардо Лафау, тоже воспитанник Барселоны, один из самых близких друзей Рафини Аликантери, и Барса сделала, мне кажется, ошибку, что все-таки продала его на правах свободного аренда, продала Жардо Лафау, так как сейчас в этом сезоне в английской премьер-лиге Жардо Лафау уже сделал несколько голевых передач на Ромео Лукако, и он просто феерит, мне кажется, лучше Барса его просто в аренду сдал. Постараемся его купить, он воспитанник Барселоны. Тео Лоукако также сейчас ходит слухи, то что Лос Андрейкин интересуется на замену Педру, как раз-таки он у нас может сыграть форвардом, как раз-таки которого Барсия не достает, и может сыграть правым вингером, и Тео Лоукако у нас обладатель одной из самых быстрых скоростей в FIFA, разгон 95, скорость рывков 96, это очень хорошо, это один из самых быстрых вообще игроков в FIFA, ну и рейтинг 81 вполне неплохо. Поль Погба, ну тут уже просто без комментариев, ребята, Барселоны этим летом так интересовалось, что не только Барселонам интересовалось, но большие шансы были у Барселоны его подписать, но Вентес предлагал слишком большие деньги за Погба, это 80 миллионов, даже до 100 доходила отметка. Барселона все-таки не решилась его купить, хотя статы у Погба очень даже хорошие, просто посмотрите, 70, 70, все выше 70 статы, абсолютно все, кроме баланса. Просто офигенные Погбы просто, ой, офигенные Погбы, офигенные статы у Поля Погба, 4,4, у нас слабые ноги на особых приемах, в общем, ну да надо будет за него побороться, 60 миллионов он у нас тут стоит, попробуем мы за эти деньги его приобрести, на замену Ниесту или Жиракитичу, посмотрим. Илкай Гюндаган, это как альтернатива Полю Погба, Гюндаган сам говорил, что не проще перейти в Барс, даже хотел бы, Ярда Туран советовал его Барселоне, а Гюндаган у нас может играть опорником, центральным посочником и под нападающим. Не знаю, посмотрим, я бы Гюндагана тоже не против был бы приобрести, но еще больше я бы хотел приобрести вот этого, у нас персонажа, ой, персонажа, игрока, это родной брат Рафини Алькантеры, который у нас сыграет в Барселоне сейчас, а Тиаго у нас тоже воспитанник Барселоны, тоже он у нас сыграл в Барселоне в основной команде, но не понравился он Гвардиоле чем-то, по-моему, даже не Гвардиоле, а кому-то другому тренеру не понравился, и решили продать Тиаго в Баварию, в Баварию он заиграл, рейтинг 83 получил, Фи-Фи 16, попробуем мы его также вернуть на родину, к Гармбарату, Юрий Телеманс, я делал по нему запрос, сказали 23 миллиона, очень талантливый паренек из Бельгии, потенциал у него 90, Фи-Фи, и тоже очень хорошо, 5 звездочек на слабой ноге, просто, не знаю, Телеманс, один из самых потенциальных игроков вообще, в общем, Фи-Фи, но и в жизни, Иско, Иско до перехода в Риал Мадрид, когда еще играл в Малаге, в Испанской, признавался то, что он болеет за Барселону, ну, ему симпатизируют Барселону, но Риал сделал ему предложение, он принял его, он сейчас играет в Риале, времени у него не так много достается, по причине того, что у Риала есть Хамес Родригес, и чтобы не сажать Хамеса на скамейку, сажают Иско, играет Хамес. Денис Суарес, произошла такая ошибка, то, что Денис Суарес играл на правах Севиле в прошлом сезоне, Севиле его захотела выкупить, выкупила полностью у Барселоны, затем продала зачем-то Вилья Риалу, и теперь права на Дениса Суареса принадлежат только Вилья Риалу. Барселоне он никак не относится, но он воспитанник Барселоны БМ, и я постараюсь его тоже как-нибудь вернуть, хотя, в принципе, он нам особо и не нужен, у нас есть Аван Халилович, который сейчас также находится в аренде с таким же рейтингом, и, в принципе, Денис Суарес нам особо-то и не нужен, Марио Геоце, ну, тут сложно сказать, что это Геоце, потому что Геоце нам особо и не нужен, я бы просто решил как кандидата в трансферный список добавить, просто Баварии ему дают мало времени, потому что у Баварии так хороший состав, Геоце не особо ходит, планы Гвардиолы, просто я его решил добавить, покупать я его не собираюсь, говорю честно, Хакан Чоу Ханагу, на этом кандидате стоит остановиться, чуть-чуть поподробнее, он у нас Турак, играет в сборной Турции, и рейтинг у него 79, он может играть на позиции центрального, ой, на позиции поднападающего, слева, справа, на флангах, и полузащитником центральным, то есть он может играть на любой позиции в полузащите, плюс он может играть форвардом, потому что я его видел в команде недели, он был там именно на позиции страйкера, слабые, на слабые найти у него 5 звездочек, на особых приемах 4, Хакан Чоу Ханагу у нас лучший по параметрам пробития штрафных в FIFA, да и в жизни тоже он один из самых лучших по пробитию штрафных, удар у него тоже поставлют, и Барселона им также интересовалась. Набель Фекир недавно признался то, что его мечта, его цель, это в будущем добиться перехода в Барселону, Фекир 22 года, у него 79 рейтинг, также он может играть на любом фланге, то есть в нападение где угодно, под нападающим форвардом, правым, левым, вингером, и знаменитый ютубер в Сея Руси, Сергей Никифоров, или же Кефир, сам говорил, ой, не говорил, он делал на него one-up в Ultimate Team, и я смотрел все серии, и мне очень понравился Кефир, Фекир, и я решил его добавить в свой шорт-лист. Габриэль, новый Неймар, как его еще называли пару сезонов назад, тоже у него один из самых лучших, потенциалов в Фифе, чем-то напоминает он внешним видом Неймара, прическа, что ли, 18 лет ему всего, он может играть форварда, либо правого вингера, ну и довольно неплохой парень, тоже я его добавил в свой шорт-лист, на всякий случай. Павло Дибауа, вот на этом кандидате я остановлюсь намного поподробнее, и он у нас один из самых таких вероятных трансферов, в зимнее трансферное окно, я, скорее всего, сначала арендую его, либо же сразу куплю, я еще насчет этого не знаю. Слабая нога, к сожалению, Дибауа на двоечку, но особые приемы на четверочку, играет он настолько форвардом в Ювентусе, и он признавался, то, что когда шли трансферные слухи о том, что он может перейти в Барселону, он признался, что да, он ради Барселоны готов проплыть в что-то море какое-то и так далее, то есть он очень хотел бы в Барселону, он даже был на матчах Барселоны, у него фотки в Инстаграме я видел полгода назад, и все-таки перешел он в Ювентус. И сейчас, когда еще раз пошли слухи о том, что Дибауа может продолжить карьеру в Барселоне, Дибауа ничего на это не ответил пока что, но Месси даже сам говорил, то, что он был бы рад видеть Дибауа своего соотечественника в команде, Дибауа бы очень дополнил игру Барс. И я им играл, говорю сразу Дибау, я покупал Дибауу в карьеру за Барселону в 15-й, Дибауа у меня тащил как зверь, как мог, и мне как раз-таки нужен молодой форвард, и Дибауа у меня один из самых первых кандидатов на эту позицию. Так что знайте. И второй кандидат на позицию форварда, вот у нас легенда Барселоны, легенда сборной Испании, это Давид Вилли. Просто у меня были его три футболки, в детстве две из Барселоны, одна из сборной Испании, помню, болел за него, тогда еще я особо за Месси не следил, мне больше нравился Давид Вилли, нежели Месси. Также мне нравился Роналду, нравился Роналду, не Криштиану Роналду, а Роналду Зубастик, Роналду Феномен, называйте его как хотите, девяточка сборной Бразилии. Давида Вилли тоже, 33 года ему всего, он не знает, что он делает в МЛС, к тому же Джону Терри, который еще играет в Челси, 35 лет, он еще в Челси играет, а тут Давид Вилли, 33 года и уже в МЛС. Попробуем мы его либо арендовать, либо купить, за 7 миллионов всего-то это, ой-ой-ой, какие маленькие деньги для Давида Вилли, пробуем мы его купить. Альваро Мурата, игрок Реал Мадрида, Парис его продал в Ювентус, потом об этом пожалел, потому что Мурата выбил Реал из Лиги Чемпионов, похоронил, считай, и теперь Реал захотел его обратно выкупить, у него было, у Реал Мадрида, право на выкуп Альваро Мурата, но Мурата сказал, нет, спасибо, продали меня, не захотели меня, сейчас я заиграл, теперь я вам оказался нужен, ага, и Мурата решил остаться в Ювентусе, я решил повторить судьбу выше Фигу, почему бы и нет, как Реал выкупил, ой, купил Фигу, например, из Барселоны в Реал, также я постараюсь игрока, бывшего игрока Реал Мадрида купить в Барселону, посмотрим, как раз таки он форвард молодой, испанец по национальности, было бы неплохо, еще можно левом фланге играть, тоже неплохо вполне, Александр Пато, утенок, про него тоже много слухов было, то что он уже перейти в какую только команду не говорили, и в Валенсию, и в Барселону, и про Реал слухи были, и в Англию вообще, в любой, куда его только не сватали, в общем, пока что непонятно, куда он перейдет, но он сказал точно, то что он в Бразилии, в Сау-Пау не останется, он обязательно куда-нибудь перейдет, 81 рейтинг, 25 лет ему, тоже как кандидат на форварда, у нас третий по счету, Джонатан Сориан, это бывший игрок Барселоны, ему 30 лет, правда уже 29, почти что 30 лет, испанец по нации, ну и я не знаю, просто добавил его в список, потому что Барселона им в реальной жизни интересуется сейчас, но Лито тоже, много слухов о нем было, то что он может перейти в Барселону, как замена Педро, но Лито сам говорил, что он очень хотел бы перейти в Барселону, так как он бывший воспитанник Барселоны, и было бы вполне неплохо на позицию левого вингера, присмотреть на Лито, также как кандидат на левого вингера, у нас идет Исакелево-Веси, контракт которого заканчивается летом 2016 года, то есть зимой мы ему можем подписать совершенно бесплатно, Вовеси может играть как на левом фланге, так и на правом фланге, в нападении, 80 рейтинг, 30 лет ему, тоже Барселона им интересовалась, и Женя Коноплянка, наш последний кандидат на позицию левого вингера, Женя Коноплянка сам говорил, что он, его конечная цель, это тоже Барселона, он бы хотел перейти в Барселону в каком-то ближайшем будущем, и я решил его присмотреть, так как я играл за Коноплянку в Фиффе 16, и это было нечто, Коноплянка забил 5 мячей у меня в матче, не в Ultimate Team, а по-моему просто в творческом матче я за Севилю играл, Коноплянка отгрузил пятерку реальному сопернику, и мне Коноплянка очень понравился, и я его по этой причине именно добавил. Все, ребята, все мои транспортные цели были окончены на этом, посмотрим, кого я подпишу, но самые возможные варианты это Нуалиту, это Коноплянка, это Давид Вилли, это Пауэлли Бауа, это Тьяго из Баварии, это Поль Пагба, это Эмерик Ляпорт, это Рубен Бланко, все это я могу сказать точно, кого-то из них я точно подпишу, а про остальных еще пока не знаю. Ладно, все, ребята, всем удачи, всем пока.